Дорогие друзья, всем привет! С вами проект Индубай. Меня зовут Анна, я живу в Дубае уже примерно 7 месяцев. Мы приехали сюда в сентябре вместе с моим мужем. И сегодня я хочу вам рассказать о том, какой язык нужно знать, чтобы жить в Дубае. Видео я снимаю у себя дома, так как мой муж сейчас находится в командировке, и мне было одно очень сложно выйти куда-то и снять это видео на более красивом фоне. Но тем не менее, наверное, все-таки важна информация. Итак, какой же язык нужно знать для того, чтобы жить в Дубае? Конечно, если так подумать, это же Арабский Эмират, и сразу в голову приходит, что нужно знать арабский язык, и что он обязательно на первом месте. Но оказывается, что чтобы жить и работать в Дубае, быть в принципе успешным, не обязательно знать арабский язык, а важно знать именно английский язык. Потому что здесь все на английском языке, и люди разговаривают на английском языке. Почему так происходит? Потому что количество арабов, а именно местных жителей, не такое огромное количество, и чтобы понимать друг друга, все разговаривают на английском языке. Поэтому, чтобы переехать в Дубай, нужно знать английский язык. Но, конечно, арабский, если вы знаете в дополнение, то это даже еще хорошо, потому что устраиваясь куда-либо на работу, иногда просят также знания арабского языка. Но таких должностей не так много, но тем не менее, они есть. Я хочу немножко рассказать о себе, когда мы только приехали в Дубай, а до этого я занималась в школе английским языком, и примерно много-много лет я занималась, и в институте тоже я занималась английским языком. Но, приехав сюда, я поняла, что я английский язык не знаю. А именно, я знаю, как делать упражнения, как пишется это слово или как пишется то слово, но я не умею разговаривать. Я не слышу, я не понимаю людей, что они мне говорят. И я поняла, что мне нужно английский язык срочно совершенствовать, а именно заниматься. Я стала заниматься, я стала смотреть видеоролики на Ютьюбе, я стала смотреть больше фильмов на английском языке, чтобы начать понимать на слух. Конечно, я не понимала все, но я старалась. Я стала читать местные газеты, журналы, старалась общаться с людьми, которые разговаривают на английском языке, чтобы хоть как-то начать совершенствовать свой разговорный английский язык. И примерно прошло один или два месяца, и мой английский язык улучшился, и я даже нашла работу в англоязычной компании. То есть, в нашей компании нет вообще русскоязычных, я там единственный сотрудник. Работаю в туристической компании в отделе по работе с корпоративными клиентами. Работа нелегкая, так как приходится общаться с огромным количеством людей, директоров, каких-то секретарей, кто обычно делает бронирование отелей, бронирование билетов и так далее. И все это в основном на английском языке, как ни странно, конечно, на английском. И что произошло? В процессе работы я стала понимать, что мой английский развивается очень быстро. То есть, мне нужно было писать электронные письма на английском языке. Мне нужно было звонить и разговаривать на английском языке. Мне нужно было встречаться с людьми, задавать им вопросы, договариваться о каких-то моментах. Мне нужно было готовить к договору, приходить, объяснять и подписывать эти договора. При этом мне нужно было разговаривать со своим руководителем. И это было непростое время, когда ты понимаешь, что ты схватываешь не все, но ты все равно идешь вперед, напролом, и ты уже начинаешь учиться как ребенок. То есть, ты слышишь, и окружающая среда начинает тебя учить очень-очень быстро. Но при этом, конечно, я продолжала заниматься дома, я продолжала смотреть различные видеокурсы в интернете. Мне, кстати, очень помог курс полиглот. Он есть тоже в интернете у нас в группе ВКонтакте. Также я читала газеты, журналы, смотрела различные фильмы на английском языке. И так, в общем, продолжала заниматься. Меня выручил мой муж, потому что он знал английский язык намного лучше, чем я. И, соответственно, мне было за кого спрятаться при решении наших бытовых вопросов. Он снимал для нас квартиру, он занимался всем-всем-всем. Потому что я была как, ничего не знаю, ничего не понимаю, и вообще очень-очень тяжелое чувство. Особенно, когда ищешь работу, тебя приглашают на собеседование, и ты чувствуешь себя просто идиотом. Почему? Потому что ты вроде умный человек, у тебя есть знания, у тебя есть опыт. Но так как ты не можешь об этом опыте рассказать, не можешь им доказать о том, что у тебя этот опыт есть, эти навыки и знания есть, ты выглядишь как ребенок, который разговаривает на ломаном языке. И, ну вот вы сами представьте, вот к нам в Россию приезжают люди, которые не разговаривают толком на русском языке, разговаривают на ломаном языке. Что вы о них думаете? Вы думаете, что эти люди умные? А на самом деле, может быть, они действительно очень умные люди, просто они не могут через язык передать свои знания и опыт. И это меня очень сильно ломало. Но, как сказал наш очень хороший друг, его зовут Алла, он сказал, что сейчас ты чувствуешь себя как ребенок, но через несколько недель ты будешь чувствовать себя как подросток, а потом ты уже будешь постепенно взрослеть. Я имею в виду в общении на языке. То есть сначала ты говоришь ребенок как ребенок, ты вроде чувствуешь и много знаешь, но ты не можешь передать это. Ты можешь говорить, смотри, это зеленый, идем туда, это хорошо и так далее. И потом постепенно, постепенно ты начинаешь все-таки стараться выразить свое мнение, свои мысли на английском языке. Конечно, если вы английский язык знаете, то это очень здорово, потому что если не знать английский, здесь все-таки сложнее. Помимо того, что надо решать бытовые вопросы, надо еще и английский язык учить. То есть это довольно-таки очень сложно, или как по-английски говорят, это челлендж большой, очень большой челлендж, то есть вызов в своей судьбе. Многие спрашивают, я не знаю английского языка, и можно ли вообще найти работу в Дубае без знания английского языка. Я хочу сказать, что это можно, но это будет либо русскоязычная компания, где руководитель русский, либо он из стран СНГ, либо это возможно, что это работа в туристической компании, сработа только с русскоязычным населением, с русскоязычными клиентами или туристами, либо же это может быть работа, где не нужно вообще разговаривать, это мыть посуду, делать то-то, делать то-то, убираться и так далее. То есть вообще не нужно разговаривать, соответственно, знание никакого языка вообще не требуется. Но хочу сказать, что это не совсем хорошо, то есть, во-первых, если вы попадаете в русскоязычную компанию, то шансы, что вы выучите английский язык, очень маленькие, потому что вам уже это становится не нужно, и вы не практикуетесь. Я знаю многих людей, которые здесь живут по 3-5 лет и не знают английского языка, они могут на бытовом уровне общаться на английском языке, но если это уже касается бизнеса или работы, то они уже все выпадают, они не знают английского языка. Соответственно, зачем ехать в Эмираты, если как не за своим развитием, ведь надо же развиваться, надо совершенствовать себя, и поэтому, если приехав в другую страну, надо все-таки выучить, наконец-то, английский язык. И другие все национальности, другие страны, очень многие знают английский язык. Взять тех же индусов, да, понятно, они разговаривают с акцентом и так далее, но они разговаривают на английском языке, и большинство населения знают английский язык. В школах у них предметы проходят на английском языке. Поэтому чем же мы хуже? Нам тоже нужно знать английский язык, тем более он не настолько сложный. Поэтому давайте учить английский язык. Но, в принципе, работу вы найти сможете. То, если вы помните видео, где мы были на Нассерсквере, азат покупал айфон, и если не видели, вот здесь его можно посмотреть, то там вот как раз можно тоже найти работу, работать продавцом в шубных магазинах и так далее, где, в принципе, английский вам и не понадобится, все разговаривают на русском. Но, опять же, уровень жизни какой? Фу, опыт какой? То есть лучше уже начать работать в хорошей компании и как-то себя уже правильно поставить. Я не думаю, что там и зарплаты большие, насколько я слышала. То есть зарплаты там тоже маленькие. Когда едешь куда-либо в другую страну, кажется, что нужно обязательно сдать какой-то международный тест по английскому языку. Конечно, я знаю, что в Канаде или в Австралию, когда вы переезжаете, там нужно сдавать экзамен. И обязательно предоставлять результат этого экзамена. Здесь же Дубай отличается тем, что никаких экзаменов сдавать не нужно. И, в принципе, их и не попросят у вас. Конечно, если у вас есть, то вы можете их включить в свое резюме, как, в принципе, это, возможно, будет дополнительным плюсом при наеме вас на работу. Но, тем не менее, если вы их не сдавали, то сдавать их не нужно. В принципе, важно, чтобы вы могли понимать и могли объясняться. И могли, конечно, написать электронную почту, как-то коммуникатировать с клиентами, с работодателем, вообще с людьми в целом. Сейчас уровень моего английского более-менее нормальный. За то время, пока мой муж работал в русскоязычной компании, я, в принципе, его догнала. Он даже сам говорит, что мой уровень остался на том же месте, а ты выросла намного. Потому что в своей работе мне нужно было очень много общаться. И я очень быстро-быстро училась и поднималась. Но, тем не менее, я немножко недовольна своим английским, потому что я не совсем хорошо знаю грамматику, делаю иногда ошибки. У меня не слишком большой словарный запас. И, может быть, некоторые слова я не употребляю в правильном контексте. И, возможно, что у меня акцент не очень хороший. То есть, хотелось бы очень много моментов улучшить. И, конечно, хочется уже поднять свой английский язык на более высокий уровень. И для этого, я думаю, нужно будет пойти на какие-то курсы как-то выучить. Но об этом я, наверное, подумаю чуть позже, после того, как я уже получу водительские права и уже сяду за руль. Английский язык в Дубае очень интересный, потому что здесь огромное количество акцентов. Здесь он очень простой и легкий. Такие люди употребляют простые времена, говорят очень простым языком. В принципе, когда ты только приезжаешь, то у тебя может получиться растерянность. Если ты знал английский тот, который он есть, то общаясь здесь в магазине или где-то еще в ресторане, то ты можешь не понять человека, потому что человека акцент. Не похож на акцент человека, для кого английский родной язык. Но через полтора месяца примерно это все проходит, и ты уже начинаешь понимать, что люди говорят, как с ними надо разговаривать, чтобы они тебя поняли. И, в принципе, потихонечку ты осваиваешься. В принципе, человек, по сути, очень гибкий по натуре своей и умеет приспосабливаться к окружающей среде. И, попадая в страну, мы начинаем подадаптироваться к окружающей среде, к тому языку, как говорят, как нам надо объясняться, чтобы получить что-то и так далее. Дорогие друзья, спасибо, что посмотрели данное видео. Всем желаю успехов в изучении английского языка. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписывались, потому что мы снимаем очень интересные оригинальные видео. Также у нас есть паблик ВКонтакте, в котором мы тоже публикуем различные статьи. Надеюсь, это видео было для вас полезным. С вами была Анна, специально для проекта InDubai. Оставайтесь с нами. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok